13-я Пластовская осень в этом году посвящена со 30-летию со дня рождения народного художника СССР Аркадия Пластова. Открытие Международной ассамблеи художников состоялось в Преслонихе. Однако художники из разных уголков России и Казахстана здесь собрались гораздо раньше. Они съехались на 13-й международный пленэр, который традиционно предваряет Пластовскую осень. Такие художники приехали, работяги, они не спят. По 35 этюдов написать надо же, хотя они небольшие, но надо тоже разобраться в этих прекрасных ребятах. Главное, такие компанейские, вечерами собираемся и обсуждаем. Мы самые счастливые люди, художники. Хотя, вроде, карманы пустые, ничего нет, у нас сейчас и не покупается, но мы все равно занимаемся этим делом, это наше. Художники выставили свои итоговые работы, которые после окончания пленэры пополнят фонды областного художественного музея. Впервые в пленэре участвовал художник из Казахстана Нуршидин Баратов. Он пообещал, что некоторые работы, выполненные в Преслонихе, будут выставлены на его персональной выставке в Государственном музее искусств имени Костеева. Он хочет показать всю красоту родины Пластова. Как только узнал, что могу участвовать в этом пленэре, просто-напросто это меня распирала гордость в том, что в такие великие места с такими прекрасными художниками будем писать плечом к плечу. Потому что самое главное для художника – это найти соплеменников и учиться у них мастерству, жить одной средой. И вот сама по себе атмосфера была просто великолепная. Другой участник пленэра – живописец из Татарстана Ильнур Сиразеев Преслонихич в четвертый раз. На пленэре он писал портреты юных жителей села, потомков тех, которых запечатлел в своих работах Аркадий Пластов. Здесь, наверное, святые места. Все-таки не зря здесь родился и работал Аркадий Александрович Пластов. Мы именно этим именем питаемся, питаемся духом, аурой этой деревни, этих жителей, которые все-таки, слава Богу, сохраняют вот это наследие. А на улицах Преслонихи до сих пор встречаются те, кого рисовал народный художник. Ну что, рисовал он меня. У меня была длинная коса. Я в саду рисовал, на табуретке я сидела, он меня рисовал. Он хороший был. Я помню, у нас папа дрова ему привозил, он шофером был, дрова привозил. Ну я с ним не ездил, а брат Коля ездил, он говорил, придем, говорит, он нас в дом заведет, угощает. И его конфеты я ему давала. Неотъемлемой частью всех мероприятий в Преслонихе, связанных с именем Пластова, является богослужение в Богоявленском храме, когда-то построенном дедом Аркадия Пластова. После пожара в 2016 году его вновь возвели по чертежам и рисункам семьи Пластовых. Художник-иконописец из Сурского, ученик Пластова Александр Гордеев сделал резной иконостас. В этом году молебен украсили голоса мужского хора Московской государственной консерватории. Торжественная церемония открытия 13-й Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» прошла около памятника Аркадию Пластову. Замечательно, что участники Международного пленера, всегда приезжая на родину Пластова, остаются в восторге от этих мест. От того, что здесь всегда рядом присутствует, наверное, Аркадий Александрович сам. И мы, по большому счету, сегодня тоже в гостях у вас, дорогой Аркадий Александрович. В Доме музея живописца в этот же день заработала юбилейная выставка произведений и собрания семьи художника Аркадий Пластов «Графика». Очень интересно, вот данные выставки, которые впервые здесь, вот такая чисто графическая, так как она в других моментах выступала, графика, как подсобный материал в витринах, а сейчас вот так, проследить, как человек формировал свой интерес к окружающему пространству, как к людям, как ему было интересно в этом скупом, в этих скупых средствах выразить полноту жизни. Для гостей и жителей Преслонихи были организованы различные тематические интерактивные площадки, прошли творческие мастер-классы, туристические программы. Все желающие смогли принять участие в пешеходном маршруте «Живописная тропа» Аркадия Пластова.